Порядка 250 судотрядовцев со всей Брестской области наконец-то встретились, чтобы познакомиться, обменяться опытом работы и идеями для будущих проектов. Мероприятие, посвященное подведению итогов, всегда проходит празднично и интересно. В фойе были организованы фотозоны и выставка снимков, сделанных в период трудового лета. Настроение задавали песни под гитару и танцевальные флешмобы. Каждый приглашенный чувствовал себя частью большого движения, которое не только продолжает развиваться, но и приносит пользу обществу и государству. Направление, это, конечно же, наше популярное является. Педагогические студенческие отряды, строительные, сельскохозяйственные и производственные студенческие отряды. Также у нас большой прирост был в этом году. И экологических студенческих отрядов ребята работали в лесхозах. Также у нас есть лучшие студенческие отряды, которые не просто известны на уровне области, а также в республике. Это наши педагогические отряды. «Горящие сердца» — Березовского территориального штаба студенческих отрядов. «Новое поколение» — университета имени Пушкина. Также есть и по-производственные отряды. Это отряд производственных СГЭК Столинского территориального штаба студенческих отрядов. Отряд Стригова сельскохозяйственных у нас сформирован в Кобинском районе. И много-много других ребят, которые приехали к нам и получат свои награды. В Большом зале молодых людей ожидала официальная торжественная часть мероприятия. Со сцены в адрес юношей девушек звучали слова благодарности за труд и за особую активность, которую смогли проявить молодые лидеры Брещины даже в период пандемии. Всего трудовое лето провели насыщенно около трёх тысяч студотрядовцев, и этот опыт не пройдёт для них даром. Экономический эффект от этого однозначно есть, потому что многие студенческие отряды, они просто помогают решать экономические проблемы на определённых объектах, в определённых сферах, поэтому это однозначно. Кроме этого, и это немаловажно, и об этом тоже нужно говорить, что студенческие отряды, своеобразная, это такая школа, которую проходят, проходили, я надеюсь, будут проходить многие поколения нашей молодёжи. Это своеобразная идеология, это своя идеология студенческих отрядов, пройдя через которую молодые люди и получают первые навыки практически в профессии, это и чувство локтя, коллективизма, работать, всё, что в будущем пригодится в их профессиональной деятельности. Получать награду из рук первых лиц региона, конечно же, почётно, но не это становится определяющей мотивацией для юношей и девушек. Они считают, те, кто хотя бы однажды трудился в студотрядах, захочут вернуться туда ещё и ещё. С детьми в лагере ты как в отдельной вселенной, вселенной под названием детство. И когда у тебя в отряде своих 20-30 ребят, то для них ты и папа, и мама, и подружки на всю смену. И забываемые эмоции остаются, и всегда, когда наступает последний день, плачут и воспитатели, и вожатые, и дети. Судотряды в прошлом году работали в каждом районе Брестской области, причём как на знаковых объектах, так и на базе своих учебных заведений, которые тоже нуждаются в ремонте. Так уверены, что отрядовцы можно совмещать приятное с полезным. А ещё коллективный труд даёт шанс лучше узнать друг друга. Перекладывали плитку, занимались капитальным ремонтом крыльца первого общежития. Это интересно, увлекательно. И вот командиром строит ряды, я являюсь уже трёх год. Это для меня бесценный опыт, как и в жизни, так и как в качестве командира. Это новые навыки какие-то. И я советую каждому побывать в строительном отряде. Пока подводятся итоги года ушедшего, в областном комитете БРСМ уже начинается деятельность по формированию списков желающих потрудиться на 2021-й. Количество потенциальных рабочих мест должно не сократиться, а наоборот увеличиться.